Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Златоуст о сластолюбии и так далее говорит. Пост состоит не только в воздержании от пищи, но и в воздержании от сластолюбия есть вид поста. Это то, в особенности их заповедано, воздерживайтесь не от пищи, а от сластолюбия. Пища нам нужна, а не растление. Пища нам нужна, а не причина болезни. Болезни и душевных, и телесных. Пища нам нужна, доставляющая сладость, а не сластолюбие. Исполняющая исполненные горечи. То полезно, а это вредно. То приятно, а это неприятно. То естественно, а это противоестественно. Ибо скажи мне, если бы кто-нибудь дал тебе напитца яду, не было ли бы это противоестественно? Если бы кто подал дрова и камни, ты не отравился бы? Конечно, потому что это противоестественно. Таково и сластолюбие. Как в городе, осажденном неприятелями, бывает великое беспокойство и смятение, когда они вторгаются у него, так бывает и в душе, когда нападают на него пьянство и сластолюбие. У кого вой, у кого стон, у кого ссора, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином. Притча 23 глава 29 стих. Что отвратительно пьяного? Он смешон для рабов, смешон для врагов, жалок для друзей, достоин всякого осуждения. И есть более зверь, нежели человек. Ибо присущаются свойственно тигру, льву или медведю. Им свойственно это, потому что они не имеют разумной души. Впрочем, и они, когда насыщаются больше надлежащего и больше меры, назначенные природой, то расстраивают все свое тело. Не тем ли более мы? Для того-то Бог даровал нам небольшое чрево, для того назначен он нам малую меру пищи, чтобы научить нас печься о душе. Посмотрим на самоустройство нашего тела, и мы увидим, что одна только малая часть у нас имеет такое назначение. Ибо уста наши, язык назначенный для песнопений, гортань для произнесения голоса. Посему, естественно, необходимость заставляет нас несколько воздерживаться от присущения. Если бы сластолюбие не сопровождалось неприятностями, недугами и болезнями, то оно не было бы противно. Но теперь от природы тебе назначены пределы, чтобы ты не мог, хотя бы и желал приступить их. Не наслаждение ли ищешь ты, найдешь их в жизни воздержанной? Не здравие ли и это здесь? Не спокойствие ли и это здесь? Не свободы ли, не крепости ли и стройности тела, не бодрости ли и деятельности души, все эти блага здесь? А в том, напротив, неприятность, нездравие, болезнь, стеснение, излишние издержки. Почему же, скажешь, все мы предаемся ему по болезни? Ибо скажи мне, почему больной желает того, что вредно? Это самое не есть ли признак болезни. Почему хромой не ходит прямо, а все это от переедания и нерадения от того, что не хотят прийти к врачу? Из вещей одни доставляют временное удовольствие, а потом вечное мучение, другие, напротив, временное страдание, а потом вечное блаженство. Посему, кто так сластолюбив и беспечен, что не презирает настоящих удовольствий или достижений будущих, тот скоро обманывается. Скажи мне, почему обманулся Исаф? Почему не предпочел настоящее удовольствие будущей чести? По сластолюбию и невоздержанию. А это самое, скажешь, откуда происходит? От нас самих, как видно из следующего. Когда мы захотим, то воздерживаем себя и бываем терпеливы. Если встретится какая-нибудь нужда, а часто даже только из соревнования мы избираем полезное. Итак, когда будет возбуждаться в тебе сластолюбие, то представь кратковременность этого удовольствия. Вред, ибо поистине вредно делать такие издержки к собственной погибели. Недуги, болезни и отвергни сластолюбие. Хочешь ли я перечислю тебе, сколь многое тяжкое пострадали от сластолюбия? Ной выпил вина и опьянел, и лежал обнаженным из контекста. И вспомни, сколько зла пришло от этого бытия. 9 глава, 21-29 стихи. Исаф по невоздержанию продал свое первородство и решился на брату убийства. Бытие 2, 21 глава, 31-34 стихи. Израильтяне сели есть и пить написано, а потом играть. Исхода 3, 2 глава, 6 стих. Посему и сказано им, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтоб не забыл ты Господа Бога твоего. Второзаконие 6 глава, 12 стих. Ибо предавшиеся сластолюбию стоят на скользком пути. Вдовица, говорит апостол Павел, сластолюбивая, заживо умерла 1 Тимофею, 5 глава, 6 стих. И еще. Израиль уточнел, отолстел, разжирел, и отстал он от Бога. Второзаконие 3, 2 глава, 15 стих. И в другом месте. Попечение о плоти не превращайте в похоть. Римлянам 13 глава, 14 стих. Я уже не предписываю поста, ибо никто не стал бы слушать. Но запрещаю невоздержание, возбраняю сластолюбие для вашей же пользы. Сластолюбие подобно бурному потоку истребляет все. Его не удерживает никакие препятствия, оно отлучает от царствия небесного. Что еще сказать? Ты желаешь наслаждения, подай бедным, призови Христа и будешь наслаждаться. Даже по окончанию трапезы. Ты желаешь наслаждений, питай свою душу, предложи ей пищу, какая ей свойственна. Не томи ее голодом. Теперь время борьбы, время подвигов, а ты сидишь и присещаешься. Разве не знаешь, что и сами цари в походах во время войны живут скудно. Наша брань не против плоти и крови. Эфесянам 6 глава, 12 стих. А ты уточняешь себя, приготавливаешь на брань вопрос. Супостат стоит, скрижешься своими зубами. А ты предаешься неге и занимаешься трапезою. Знаешь, что я говорю. Это напрасно. Но не для всех. Кто имеет уши слышать, да слышит. Лука 8 глава, 8 стих. Христос истощается от голода, а ты расторгаешься от пресыщения. Сугубая неумеренность. И какого зла не производит свастолюбие. Оно заключает противоречие в самом себе. Не знаю даже, почему оно получило такое название. Разве подобно тому, как слава земная, которая есть бесчестье и богатство земное, которая есть бедность, получили свое название так и сластолюбие. Хотя оно само в себе есть горечь. Для чего ты приготовляешь червям роскошную трапезу? Для чего делаешь себя негодным ни к чему? Хочешь ли, чтобы глаз твой был исправлен? Сделай все тело благоустроенным. Из струи та, которая жирна и неочищена, бывает не способна издавать и приятные звуки, а которая совершенно очищена, та бывает стройна и благоузвучна. Для чего зарываешь душу? Для чего ограду ее делаешь толще? Для чего наводишь на нее великий дым и облако, когда испарения, как бы какая мгла, поднимаются отовсюду? Не будем не родить о душе своей, подавляемой телом, но соделаем взор ее более светлым, крылья ее более легкими, узы более сносными, будем питать ее духовными беседами при воздержанной жизни, так, чтобы тело было только здраво и крепко, чтобы она раздавалась и не скорбела, чтобы таким образом, радовалась и не скорбела, чтобы таким образом, благоустроив себя, мы могли достигнуть высшей степени добродетели и сподобиться вечных благ, из беседы на деяния святых апостолов. Господу вашему славу веки веков. Аминь.